Приветствую, дорогие девушки! Меня зовут Александра Штукатурова, я являюсь преподавателем клуба ОМРУ, преподаю хатха-йогу и преподаю перинатальную йогу, йогу, связанную с периодом подготовки женщины к зачатию ребенка, с беременностью и с послеродовым восстановлением. Сегодня я хочу представить вам комплекс для мам, у которых, конечно, не очень много времени для себя, но, тем не менее, который при регулярном выполнении сможет поддерживать вас в форме как на физическом уровне, так и на уровне энергии. Этот комплекс займет около 20 минут, будет достаточно динамичным и позволит, наверное, поддерживать себя как с утра, так и во второй половине дня для того, чтобы эффективно выполнять свои социальные обязанности. Приступим! Итак, мы начинаем стоя. Для начала отстраиваем позу горы Тадасана. Большие пальцы соприкасаются, пятки слегка расходятся, внешние края стоп параллельны друг к другу. Постарайтесь максимально растопырить пальцы и захватить стопой как можно большую поверхность вашего коврика. Мы подтягиваем колени, подтягиваем бедра и ягодицы, подтягиваем низ живота, плечи круговым движением направляем назад и вниз, руки стремятся в пол, макушка тянется в потолок. Главное вытягивайте заднюю поверхность шеи, выстраивайте все тело в одну прямую линию. Мы прикрываем глаза, язык подворачиваем к небу и стараемся почувствовать устойчивое положение. Пожалуйста, поднаблюдайте за тем, как распределяется вес в ваших стопах. Нет ли заваливания на внешний шов стопы, на внутренний шов стопы, вперед или назад. Постарайтесь вес тела центрировать максимально в середину стопы, в срединную линию так называемую. Растягивайте себя между небом и землей, отталкивайтесь стопами от земли, дышите. Это настройка на практику, некое переключение с ваших бытовых дел на практику самопознания. Начнем мы с разминки и раскрепощения шейного отдела, грудного отдела и всего позвоночника, то есть того, что в жизни мамы наибольше напряжено. Все. Итак, оставаясь в позе горы, мы продолжаем тянуться руками в землю, а макушкой в пол, в потолок. И далее делаем вдох, с выдохом опускаем голову вниз. С каждым выдохом все больше отпускаем голову, чувствуем натяжение задней поверхности шеи, мышцы вдоль всего позвоночника. И если хорошо сконцентрируемся, можем почувствовать натяжение фасции даже вдоль задней поверхности ног до пяток. Далее, как маятник, голова идет к одному плечу, очень плавно и медленно, и к другому плечу. Чувствуем натяжение боковых поверхностей шеи. Аккуратно завершаем, останавливаемся на центре и со вдохом поднимаем голову вверх. Потянулись одним ухом в потолок и другим ухом. И еще по одному разу. Остановились на центре и скрутки головой вправо, влево добавляем обязательно глаза. Глаза у нас тянутся. Дальше продолжая скрутку. Хорошо. Далее мы с вами перекрещиваем пальцы в замок, вытягиваемся замком в потолок, плечи при этом к ушам не поднимаются, лопатки тянем вниз к ягодицам. Стараемся растянуть себя. Потянулись правой ладонью в потолок больше, вытянули правую поверхность тела, вернулись. Потянулись левой ладонью в потолок. Вернулись. Еще по одному разу. Хорошо. Снова вытягиваемся обеими ладонями в потолок и добавляем перекаты на стопах. Со вдохом перекат на пальцы ног, с выдохом на пятки. Со вдохом на пальцы, с выдохом на пятки. С очередным вдохом задержались на пальчиках ног, тянемся вверх. Вдох. И с выдохом аккуратно опускаемся. Несколько круговых вращений в плечах назад и вниз. Далее мы с вами сделаем динамические скрутки для того, чтобы подключить позвоночник и активировать глубокие мышцы живота. Делаем замок из рук, помещаем замок на затылок. Хорошо локти разводим в стороны. И на выдохе мы будем делать скрутки. На вдохе возвращаться на центр. Достаточно динамическое дыхание. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох. Повторяем в вашем ритме. На скрутке должен быть интенсивный выдох. Старайтесь таз не разворачивать в сторону. Таз смотрит вперед. Хорошо остановились, вернулись. Далее мы с вами работаем немного с раскрепощением рук. Сначала запястье, руки в стороны. И максимально пальцы вверх-вниз. Вверх-вниз. Все это время мы держим ягодицы, бедра, колени напряженными. Подтягиваем низ живота. Ноги сильные. Хорошо. Левая рука перед собой. Правая рука подныривает под нее и оплетает. Мы делаем груда сану из рук. Поднимаем локти на уровень подбородка. И далее, если готовы, поднимаем еще выше вверх. Внимательно следим за ощущениями в лопатках. Чувствуем некое раскрепощение. Делаем вдох, тянемся вверх. С выдохом опускаем локти на уровень подбородка. Делаем вдох от себя. Руки направляем. Выдох, возвращаем. Вдох вправо. Выдох, возвращаем. И вдох влево. Выдох, возвращаем. Аккуратно расплетаемся. Левая рука идет наверх, правая вниз. Мы делаем замок за спиной. Если пока не получается замок, можно просто помогать себе левую руку вытягивать вдоль позвоночника. Левую ладонь. Либо мы делаем захват и стараемся локти как можно больше разводить. Вытягиваемся макушкой вверх. Дышим. Хорошо. Делаем вдох. Руки по сторонам. Растягиваем себя в разные стороны. И далее. Правая рука перед собой. Левая подныривает и оплетает. Мы поднимаем эту конструкцию вверх. Вытягиваем наши лопатки. Дышим. Далее. Вдох. И еще больше вверх. И выдох. Опускаем локти на уровень подбородка. Вдох от себя. Выдох к себе. Вдох влево. Выдох вправо. Выдох центр, простите. Вдох право. Выдох центр. Хорошо. Далее. Правая рука вверх. Мы делаем захват. Вдох. Хорошо. Вдох. С выдохом расцепляемся. Опять руки в стороны. И опускаем. Несколько круговых движений в плечах назад и вниз. Далее. Устанавливаем ладони на поясницу. Желательно пальцами вверх. Если не получается, тогда пальцами вниз. Из этой конструкции мы стараемся максимально сводить локти и лопатки. При этом копчик назад не уходит. Ягодицы мы втягиваем в себя. И разворачиваем только грудную клетку. К потолку. Дышим. Из этого положения мы будем делать с вами динамику. Для того, чтобы активировать мышцы живота и мышцы поясницы. Со вдохом мы делаем небольшой прогиб. С выдохом мы делаем наклон корпуса до параллели с полом. Если не получается, можно присоегнуть колени. Итак, вдох. Выдох. Обязательно на прогибе. Сильные ягодицы. Это защищает поясницу. Хорошо. Хорошо. Последний раз. Выдох. И возвращаемся. Опускаем руки. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Можно уже почувствовать, как немного раскрепостился плечевой пояс. Дышать стало, возможно, легче. Свободнее. Далее мы с вами добавляем элемент балансов. Балансы позволяют нам, во-первых, проработать стопы. На поверхности которых находится очень много жизненно важных точек. И, во-вторых, позволяют нам также активировать и подтянуть мышцы живота. Глубокие мышцы живота держать мышечный корсет упругим. Итак, со вдохом мы переносим вес тела, весь вес тела на левую стопу, на правую стопу. Простите, зацепляемся пальцами за коврик и левую ногу подтягиваем к себе. Зацепитесь, пожалуйста, взглядом за точку на полу или на стене. И когда почувствуете, что у вас есть баланс, немного разомните стопу вниз и вверх, влево-вправо и по кругу в одну сторону и в другую. Для того, чтобы добиться максимального эффекта от баланса в за короткое время, которым мы ограничены, мы добавляем динамический элемент. Со вдохом мы подтягиваем к себе ногу. С выдохом мы стараемся уйти в позу воина третью, Драбхатрасану третью. Стопа на себя, таз закрыт. Выдох. Снова аккуратно вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И аккуратно вдох. Возвращаемся. Сбросили напряжение с ног. Готовимся повторить это все на вторую сторону. Левая стопа опорная. Растопырили пальцы. Правую ногу поднимаем к себе. Находим точку опоры. Находим точку, за которую мы держимся взглядом. И разминаем стопу вверх-вниз. Влево-вправо. По кругу в одну сторону. И в другую сторону. И далее добавляем динамику. Делаем вдох. Выдох. Назад. Вдох. Стопа натянутая на себя. Задние ноги помогают нам держать равновесие. Выдох. Последний раз. Вдох. А выдох. И возвращаемся. Сбрасываем напряжение. Балансовая асана – это показатель нашего внутреннего мира. Некий барометр. И они помогают нам действительно привести этот внутренний мир в порядок и спокойствие. Далее мы с вами также сделаем динамическую связку. Опять исходное положение тадасаны. Подтянули все. Со вдохом мы с вами выходим вот к атасану. Позу стула. Обязательно между коленями вы должны видеть большие пальцы своих ног. И стараться не прогибать поясницу. То есть копчик подворачивать под себя. Это вдох. С выдохом мы уходим в наклон. Живот прижимаем к бедрам. И стараемся распрямить ноги до той степени, до которой это возможно. Выдох. Снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Немного задержались. Вот тадасаны в наклоне. Спокойно дышим. Каждый день у нас тело гнется по-разному. Поэтому не стоит переживать, если вчера у вас получался наклон лучше. Главное регулярно своим телом заниматься. Далее мы ставим ладони на пол. И отшагиваем с вами в собаку головой вниз. Здесь присгибаем колени, вытягиваем хорошо копчик в потолок. И далее то одну ногу выпрямляем, то другую. Переминаемся. Хорошо. Сделаем виньясу. Вдох. Перекат. Планка. Далее. По вашему усмотрению. Либо аштанга намаскар, либо чатуранга дандасана. Выдох. Вдох собаковой вверх. Приподняли колени от коврика. Хорошо напрягли ягодицы. И выдох. Собака головой вниз. Здесь хорошо потянулись. Нашли у себя правую ногу. Со вдохом сгибаем правую ногу. Проносим ее вперед. Пятка перед промежностью поза голубя. Вдох. Вытянули весь позвоночник. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Левая нога. Выдох. Собака вниз. Так еще по два раза. Хорошо. Молодцы. Выдох. Собака вниз. Потянулись. Сгибаем колени. Переходим в позу кошки. Отстраиваем прямоугольник между коленями и ладонями. Локти смотрят по бокам. Мы с вами выполняем динамику в кошке. Со вдохом прогибаемся и тянем ладонями коврик на себя. С выдохом скругляем спину. Отталкиваем ладонями пол с большой силой. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вернулись в центральное положение. Далее мы с вами выполним небольшие отжимания для развития грудной клетки, для профилактики заболеваний молочных желез. Мы с вами ставим колени вместе, слегка шагаем вперед руками, руки разворачиваем пальцами друг к другу. И нам с вами нужно будет из этого положения отжиматься. Самое главное, когда мы отжимаемся, средние пальцы у нас должны быть на уровне груди, то есть грудь вперед не должна выходить и сзади не должна оставаться. Мы сделаем так с вами четыре отжимания. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. И последний раз. Выдох. Вдох. Хорошо. Далее мы опять переходим в позу кошки, опускаемся на предплечье, вытягиваем вперед левую руку, приподнимаем запястье, правую руку, приподнимаем запястье. Далее мы с вами измеряем расстояние между нашими локтями, равное нашему предплечью, сцепляем руки в замок и выходим в планку на предплечьях. В этом положении мы стоим дышим. Если для вас это достаточно легко, для того, чтобы активировать живот, мы добавляем дыхание капалабхати. Хорошо. Совершаем и опускаемся на живот. Здесь вытягиваем из-под себя нижние ребра, захватываем себя за голени и выходим в тханурасану, позу лука. Стараемся себя оттягивать бедрами назад. Дышим. Сейчас нам главное растянуть мышцы живота, расслабить их. Вдох выше, вверх. И выдох аккуратно выходим. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в колени, ставим стопы на ширине таза. И теперь давим стопами и ладонями в пол, прижимая максимально поясницу. Вдох. Живот надувается, как шарик. Выдох. Компенсация для поясницы. Еще раз вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Хорошо. Далее мы с вами сделаем небольшой комплекс перевернутых асан. Если у вас есть противопоказания, можно здесь полежать в шавасане. Со вдохом мы приподнимаем тазы вверх, отталкиваясь стопами. Руки сводим в замок и стараемся свести максимально лопатки и локти. И с каждым вдохом таз все выше вверх. Дышим. Стопы и колени у нас на ширине таза. Стопы ровно под коленями. Пятки под коленями. Хорошо. И далее мы постараемся с вами из этого положения выйти в виплоритокаране мудру. Сгибаем руки в локтях. Устанавливаем ладони в виде чаши под наш таз. И стараемся сначала одну ногу поднять вверх. Опустить. Потом вторую ногу поднять вверх. Опустить. Если получается, можно поднять сначала одну, потом вторую. Хорошо прогнуться в пояснице и выйти в виплоритокаране мудру. Стопы на себя. Мы дышим. Делаем вдох. С выдохом аккуратно одну ногу вниз, потом вторую. И плавно позвонок за позвонком раскладываем наш позвоночник на коврик. Прижимаем к себе колени. Прокатываем поясницу в одну сторону, в другую. По кругу в одну сторону. И по кругу в другую. Проверяем, чтобы нигде не оставалось дискомфортных ощущений. Далее аккуратно поворачиваемся на правый бок. И помогая себе рукой, приподнимаемся. Присаживаемся в медитативное положение, как в начале занятия. Скрещены ноги. Под таз можно что-то подложить, чтобы его приподнять. Главное сохранять спину прямой. Копчик направили ровно в пол. Прогибов в пояснице нет. Плечи круговым движением назад и вниз. И буквально полминуты мы прикрываем глаза. Делаем такую шавасану по-взрослому. Шавасану для современной бытовой жизни. Когда у нас нет времени 5-10 минут полежать, расслабив тело. Мы садимся и ощущаем, насколько тело сейчас себя по-другому чувствует. Насколько изменился ток энергии в теле. И насколько поменяли свое направление мысли в нашей голове. Можно ощутить некий прилив сил, вдохновения. Более позитивный взгляд на мир, даже если до этого вы были очень уставшей. Готовность приступить к новому дню с новыми силами. Отход сонного состояния, который сохранялся после пробуждения. Далее складываем руки в намасте перед грудью. Благодарим высшие силы за новый день. За возможность этот день попрактиковать. И посвящаем заслуги всем, кто двигается по пути саморазвития, но пока нуждается в нашей помощи и поддержке. Я благодарю вас за совместную практику. Как вы видели, коврик в момент этой практики может быть расстелен где угодно. Например, на кухне или в детской, пока ваш ребенок отдыхает. Упражнения не занимают много времени, но тем не менее, подобраны достаточно эффективно для того, чтобы нас взбодрить. Это был динамический комплекс быстрой йоги для мам. Увидимся с вами на следующем занятии, где будет представлен расслабляющий комплекс йоги для мам. Ом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok